Канадский волчонок Алтайский забивак стал символом официальной барновольской фан-зоны. Давайте сегодня поближе с ним познакомимся. А вместе с ним и с заместителем директора зоопарка Краевой столицы Александром Чеботаревым. Саша, здравствуй. Кирилл, привет. Забивака, привет. Привет всем. Саша, откуда в забиваке-то проснулся вот этот дар прогнозиста? Честно говоря, наш зоопарк особенный. Особенно чем? То, что в нашем зоопарке постоянно происходят какие-то удивительные вещи. Вот первый наш Нострадамус, всеми известный, это медведь Гималайский Жора, который несколько раз подряд предсказал и безошибочно победу нашей сборной как раз опять же. И что самое удивительное, вот все-таки есть в животных тоже чувство какого-то патриотизма. То есть животные, что и Жора, что и наш молодой забивак, они идут постоянно к российскому флагу. Здесь, честно говоря, открою секрет, никаких особо подготовок не было, чтобы он шел туда или там манили его чем-то, такого не было. Но вместе с тем патриотизм просыпается в животных. Ну надо же. Но матч против Египта начался очень поздно, в час ночи по барновольскому времени. Как забивак это на это отреагировал? Его приходилось будить, тормошить, он проснулся кое-как. Ну, честно говоря, он не ожидал, что за ним придут. Но девочки подготовили, мне его причесали, вот, оставили, потому что я пришел к ним поздно, в 12 часов. Вот, он уже немножко, честно говоря, засыпал. Но услышав, что я пришел, он взбодрился немножко, можно сказать. Вот, надели шлейку, ну и погуляли немножко. Пешочком дошли до фан-зоны. Вот, в фан-зоне пока еще никого не было. Он освоился, побегал немножко, вот, что первый, кстати, раз он... По футбольному полю он на круги понарезал, да? Да, да, вот. Первый он как-то раз поскромнее себя вел, а потом уже более активно, более так озадаченно. Он уже, видимо, понял, что от него хотят и что требуют. Тем не менее, да, вот он безошибочно подошел к флагу России. Ты от него ожидал такой результат? Я ожидал, надеялся. Но в первом матче у него почему-то не получилось, когда играли с Саудовской район, как-то занялся. Мне кажется, в первом матче он был настолько непредсказуемый, что ошиблись, наверное, абсолютно все, наверное, 99 из... 5-0, это очень сложно. Да, такого результата никто не ожидал, в том числе и наш за Пивака, потому что он просто, да ну вот, нафиг, грубо говоря. И лег на трюк. Да, и лег просто, никуда я не пойду, вы все равно мне не поверите. До старта чемпионата мира были ли какие-то тренировки? Ну, тренировки какие были? Мы пару раз приходили на поле, просто посмотреть, как вообще он отнесется именно к этой местности. Ну, травка, правда без музыки, но под музыку тоже он реагировал нормально, поэтому все было хорошо. Смотри, ну о нем мы знаем, к сожалению, немного. Знаем, что ему два месяца малышу, что он из Канады. Вот поподробнее можно, кто его мама, папа? Да, папа, канадский волк Блэк, он приехал к нам из Новосибирского зоопарка. Вот, наша волчица, серая волчица, ее принесли, грубо говоря, из леса, там, ну, маленьким щенком. Вот, родителей неизвестно, скорее всего, участь их была трагической. Вот, и наш, мы в качестве эксперимента сначала канадского волка Блэка посадили с красной волчицей. Вот, думали, у них будет какое-то потомство, ну, потом несколько лет они просидели, потом, к сожалению, не было. Да, серая волчица Бетта очень приглянулась нашему Блэку. Вот, и вот такое чудо, вот, родилось у нас и еще пять замечательных братьев и сестер, которые жили в Барнаульском зоопарке, и трое в прошлом месяце покинули наш край и уехали в Красноярск. Тем не менее, у него цвет получился черный. Черный, черный ген вообще, он доминирует. У канадских волков? Да, ну, вообще, как бы, везде черный ген, он считается, это, самым крепким, хорошим. Поэтому, вот, получились такие серые, о, черные волки, извиняюсь, вот, поэтому красота. Ничего от мамы нету, наверное, только именно, если говорить о нашем забиваке, то характер достался все-таки мамин. Мамин. Потому что мама, в отличие от папы, папа такой суровый мужик, серьезный, а мама такая ласковая девочка, вот, она внимательная, заботливая. Ну, собственно говоря, можно ее видеть сейчас спокойно абсолютно, малыш. Как он переносит нашу-то алтайскую жару? Ой, ну, жара, она всем, как говорится, тяжело дается, да. Ну, есть у них убежище, есть у них тенечек, постоянно наливаем водички, где они купаются, вот, поэтому он нормально, переносит он, хорошо. Купаться любят? Купаться любят они, да. Ну, постольку, как я уже сказал, что они стеснительные, вот, на всеобщем обозрении, как жора, он этого, конечно, не демонстрирует, но вместе с тем они купаются, да, любят водичку, любят поплескаться, в песочке любят, в холодненьком, папа специально разливает воду, потом вот в этом мокром песке они купаются. А в рационе что предпочитает? Какой-то есть у него любая лакомство? Ну, поскольку он еще маленький, он еще сосет сиську у своей мамы, пьет молоко, вот, но сейчас стали подкармливать его, то есть мяском подкармливаем, тоже козье молоко мы даем обязательно, яички даем, вот, сырые. Ну, как он к этому рациону-то относится? Он не то, чтобы, они еще не привыкли, поэтому, ну, неразборчиво бывает, грубо говоря, лишнее съедят, или, допустим, наоборот, начинают за еду драться, ну, это как и свойственно всем в природе, то есть интимное самосохранение срабатывает, они начинают. Ну, за биваке-то что-то достается из этого? Да, да, поскольку за бивака у нас спортсмен, поэтому энергии ему требуется больше, поэтому он и кушает больше, чем остальные братья. А вот в чем главная особенность канадских волков? Вот, главное, например, отличие от тех же серых? Все-таки цвет. Цвет? Цвет и размер. А размер по экстерьеру, конечно, ну, канадские волки, они намного больше, вот, да, они мощнее, они выносливее, вот, ну, а в общем и целом, так же, как и серые волки живут в стаями, вот, охотятся в стаями, поэтому особого отличия нету, вот, единственное, цвет и размер. А обитают они в США и Канаде? Да, да. На Аляске, по-моему, да? Ну, и, да, в этих странах они обитают, на Аляске тоже, и у нас очень много мест, где, ну, пока только в зоопарках они живут, ну, я думаю, что они могли бы жить и где-то в природе, но этого делать не нужно, потому что охотники думают сделать свое дело, а такую красоту просто жалко. Расскажи, как с Алтайским Забивакой-то можно познакомиться с зрителем, где его можно найти, с родителями ли он живет или отдельно у него в вольер? Ага, рассказывал. Живет там пока с родителями, вот, со своими сестрами живет, вот, в вольер можно прийти в Барновольский зоопарк, они всегда там, вот, либо записаться к нам на экскурсию, мы можем провести, показать отдельно и сфотографироваться можно с этими замечательными волчатами, пока они еще у нас в зоопарке, потому что в скором будущем все равно судьба их такова, что они покинут наши... Ну, с Алтайским Забивакой-то не расстанетесь. Ну, не хотелось бы, конечно, но не знаем, как это будет, вот, посмотрим. Вот, 25 июня у нас очередной матч. Да, напоминаем, соругуяем. Будем обязательно присутствовать, будем обязательно угадывать, предсказывать, вот, будем фотографироваться. Вот, вот, сфотографироваться-то можно с ним, не зазвездился ли еще? Обязательно, обязательно. Некоторые спрашивают, можно ли взять на ручки этого волка, я не боюсь дать на ручки, потому что знаю, что он не причинит никакого вреда, абсолютно никакого вреда, ни маленьким, ни большим нашим посетителям. Ну, опять же, скажем, время, начнется матч в 9 часов по Барнаульскому времени, то есть, Алтайский Забивака. Ну, смотри, видишь, как ты сказал про время, он уже сразу на меня посмотрел. Отреагировал, ты как, опа. Пойдем, Забивака, куда деваться нам, пойдем. Ну, не в час ночи, не в час ночи, да, друг, все нормально. Да, ну, все будет хорошо, ничего, выспимся потом. То есть, все, фотографируемся, без проблем на ручке. Фотографируемся, без проблем, без проблем. Не звездим. Нет, 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 не звездим. Звездной болезнью мы не болеем, не страдаем, поэтому все хорошо. Спасибо, Саш, спасибо, что пришли. Спасибо, Забивака. Вам спасибо. Смотри, он повернулся на меня, спасибо. Алтайский Забивак оказался нам всем товарищам. Волчонок предсказал положительный итоговый матч против Египта. Пошел в сторону нашего Триколора. Но будем надеяться, что у него все будет получаться и дальше. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok